Работающие в России автопроизводители постепенно заключают с правительством специальные инвестиционные контракты, которые позволяют сохранить господдержку. Группа ПСА до сих пор не комментировала судьбу своего спика, но сейчас российский офис опубликовал заявление исполнительного вице-президента Яника Бизара, из которого следует, что отправленную 22 апреля заявку все еще рассматривают ведомства. Французы отмечают, что уже вложили в свой калужский завод более полумиллиарда евро. В прошлом году запущены 4 коммерческие модели – Peugeot Expert и Traveler, Citroën Jumpy и Space Tourer. В рамках спика группа ПСА собирается пополнить это семейство полноприводными версиями, поставить на конвейер модели марки Opel, инвестировать в новую платформу. И самое интересное – курс на производство двигателей. Причем речь идет не только о сборке, но и о механической обработке, литье и ковке ключевых элементов, коленвалы, головке и блока цилиндров. Возвращение Opel в Россию намечено на конец нынешнего года. Поначалу в Калуге будут выпускать микроавтобусы Opel Zafira Life и фургоны Opel Vivara, которые технически являются клонами французских моделей. Тем временем до России наконец добрался Citroën C5 Aircross. Среднеразмерный кроссовер построен на платформе EMP2 и близок Peugeot 3008 и 5008. Задняя подвеска полузависимая, передний привод без альтернатив. Зато на все модификации ставится фирменная подвеска Progressive Hydraulic Cashions с гидравлическими ограничителями хода амортизаторов. На выбор предложены два турбомотора – бензиновый 1.6 с шестиступенчатым автоматом и двухлитровый дизель с восьмиступенчатым. У дилеров машины появятся в августе.